Прошло уже полгода, но может быть чуть больше, после того, как вышла вторая серия второго сезона Метал Фэмили. И вот авторы наконец-то выпустили третью серию, которая прольёт свет на прошлое Глэма и Чеса. Но обо всём по порядку. Я не обозревал вторую серию, тогда просто не было времени, поэтому давайте кратко про неё поговорим. Мне серия очень даже понравилась. Хронометраж маловат, но ничего, скоро ребята отыграются по полной. А так эти неловкие попытки Ди подкатить Клифф, ещё и Хэви вечно лезет и раздражает его ещё больше. Вот люблю Метал Фэмили за то, что они умеют круто раскрыть персонажей. Когда только начал смотреть, думал, сериал будет просто про рок, и всё семейство будет чисто фоном. А здесь рок, это фон, а персонажи живые, интересные и за ними хочется наблюдать. Лив рвёт шаблон просто с первого появления. Думаю, что она будет такой бойкой, дерзкой, вся из себя, а на самом деле она ещё та милая Тиан. Умеют же авторы выдерживать эту грань, где вроде бы ничего такого в плане сюжета не произошло. Ди встретил девушку, пригласил её на свиданку и всё. Но всё это работает, за счёт синергии персонажей. Все они настолько уникальны и интересны по-своему, что веришь тому, что происходит на экране. За Тинейш СД готов передать вообще отдельное спасибо, просто обожаю эту группу. Как и в следующей серии, ловите предысторию Глэма, которая как продолжает первый сезон, так и официальный комикс. И даже начинает пилот мульта. Я же говорил про синергию выше. И кстати, а у нас тут стартует крутейший конкурс. На вот такой официальный комикс по Метал Фэмили прощай. Внутри ещё и вот такой плакатик прилагается. Всё, что нужно сделать, это подписаться на этот канал и поставить лайк под это видео. Написать комментарий по теме ролика, а внизу подписать. Участвую. Ну и у себя на канале в разделе о канале в описании указать ссылку на свою социальную сеть, чтобы мы смогли с вами связаться. А также ваши подписки должны быть открыты. Итоги проведём уже через две недели. Так что дерзайте и заберите офигительный комикс от авторов Метал Фэмили. Здесь и персонажи очень классно сочетаются друг с другом. И сама задумка с предысторией затягивает. Даже Глэм говорит в самом начале серии про то, что сейчас события происходят 4 сентября. И серия выходит именно 4 сентября. Как говорится, вот что значит хорошо придуманный сюжет и план на будущей серии. Вся эта история по своей сути нужна для того, чтобы раскрыть чес. Да, Глэм тут присутствует, как и остальные члены группы, чё за уроды на сцене. Но всё равно одеяло на себя перетягивает чес. Обычно большинство рок-музыкантов начинают об***ваться наркотикой, когда уже слава пришла. И вот тут чес типичный Курт Кобейн. Ху**ить прям во время репетиции это мы всегда пожалуйста. Но по своей сути ребята уже пришли к своему пику славы. Да, на разогреве выступают, но всё равно. Это ведь уже можно считать успехом. Поэтому чес и решает окунуться в эту весёлую рокерскую жизнь. Херачит после концерта, во время репетиции новой песни. И вообще ловит полный кайф. Их даже новый менеджер приглашает на разогреве Twisted Sisters петь, которых так любит чес. Но он решает отлично так обдолбаться. Не успевает написать нормальную любовную песню. Вечно опаздывает и несёт всякую дичь. А потом все мы узнаём страшное. Ма чеса умерла. Он ей отправлял деньги и вообще было видно, что он любил её. Какой бы она ни была. Из-за этого он наклюкивается вискарём и вообще не может выступать. Зато Глэм в этой серии порадовал. Даже при всём том, что случилось с чесом, ведёт себя как настоящий друг. Ему даже предложили играть на гитаре в группе и оставить чеса одного. Но он всё равно не бросил своего друга, который однажды открыл ему глаза. И дал услышать самую крутую музыку в его жизни. Вот так и распались, что за уроды на сцене. Всё из-за зависимости чеса. Меня очень порадовала их песня Smash Like Cherry. Название отсылает на нем безызвестную песню Нирваны. Да и тексты чеса, как у Нирваны, если честно. А соло Глэма... Ммм... Белиссимо. Потом они, конечно, придумают гениальный ход. Оказывается, Глэм на ходу крутую музыку может сочинять. Правда, на скрипке. Поэтому, как говорит чес далее, у нас теперь новое направление. Гитара плюс скрипка. Привет, апокалиптика. Да, у них там виолончель. Ну, в общем, вы поняли. А далее Глэм уходит погулять по улице под музыку. Прямиком в пилот Metal Family. Интересно, он пришёл к чесу после того, как потусил с Викторией. А то он там столько времени провёл. Неужели решил забить на свою музыкальную карьеру с чесом? И бросил его вместе с их новым продюсером. Но об этом мы потом обязательно узнаем. Так как их история ещё явно не закончилась. Да и мы ещё вот эту грандиозную пощёчину так и не увидели. Похоже, будет ещё одна, а может и несколько серий про историю Глэма и Чеса. На самом деле, жалко Чеса. Видно, что он мужик-то хороший. Любит свою маму, какой бы она ни была. Отправляет ей честно заработанные деньги. Умеет писать крутые песни. Да и друг он хороший. Если бы только не его зависимость от алкоголя. И вы сами знаете чего. Интересно, а в наше время он полностью бросил свои вредные привычки? Или продолжает по чуть-чуть закидываться? А вопрос, конечно, на миллион. Серия получилась очень ламповая и крутой. Что-то на уровне финала первого сезона. Вот прям вообще кайфую от этого шоу. Не думал, что когда-либо это скажу. Но это моя самая любимая русская анимация из всех, которые я когда-либо видел. Музыка, персонажи, история. Все гармонирует настолько хорошо, что я вообще не верю реально это или нет. А как тебе серия? Понравилась? Жду твоего комментария. Будет интересно почитать. Также хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписан на мои бусты. Импы. Илья. Лилипорт. Землятян Сайфер. Ирий Сутян. Демоны. Степа Волчаров. Трейнслен. Трамм 37. Роджер. Дима Дюханов. Куть Макар. И Ярослав Диченко. Три высших демона. Арсений Уставщиков. Акихайр. Фифсис. Хорни Сова. И четыре Асмодея. Мистер Вальдемар. Лера Романенко. Асмор. И конечно же красавчик Рутен Кросс. Вы ребята самые лучшие. В скором времени буду часто радовать вас новым контентом на бусте. А на этом все. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать будущие разборчики. Ну а я с тобой не прощаюсь. Скоро увидимся.